Депутат Можилица парламента Республики Казахстан Снежана Ямашева 9 января прибыла с рабочей поездкой в Бурлинский район. В первую очередь депутат посетила врачебную амбулаторию, открывшуюся после капитального ремонта в селе Бурлин, после чего провела приемы жителей Бурлинского сельского округа. Затем в городе Аксай побывала в Центре оперативного управления отдела полиции Бурлинского района. Цель поездки – встреча с избирателями, работа по разъяснению о реализации предвыборной программы. Врачебная амбулатория в селе Бурлин стала работать для сельчан совсем недавно. В конце декабря в торжественной обстановке состоялось официальное открытие амбулатории. Депутат Снежана Ямашева ознакомилась с работой медицинского учреждения, встретилась с его работниками, осмотрела кабинеты и имеющееся оборудование. Помещение теплое, комфортное для нахождения здесь пациентов. Надежда Александровна Устич имеет трудовой стаж более 40 лет. По ее словам, предыдущий капитальный ремонт врачебной амбулатории был сделан в 2002 году, а в 2023 году после ремонта амбулатория стала намного лучше. Было, конечно, ужасно. Все стены были синие. Это было с советских времен. У нас сейчас появилась прекрасная вентиляция, что у нас сейчас везде чисто, беленько. Все уютно, тепло. Вода везде, тепло везде. Батареи были заменены, пол заменен. В общем, амбулатория считает, что в прекрасном состоянии. Оборудование, заказ был сделан по поводу физиокабинета. Сейчас только существует один аппарат, но заявка была подана. То, что как только финансировано, начнется 2024. Я думаю, что все это будет, потому что это на контроле и у главного врача, и у всех вышестоящих органов. А так аппаратура, которая действительно нужна на первичном обследовании, все у нас есть. Строительно-монтажной работой по капитальному ремонту здания амбулатории было проведено ИП Беккалиев. Затем в сельском доме культуры Снежана Ямашева провела прием граждан по личным вопросам. Вопросы были о необходимости воды, электрификации, имеется ли возможность получить спортивное образование при наличии инвалидности третьей степени и другие. Далее в Оксайе мажелесмена отправилась в Центр оперативного управления районного отдела полиции, где главный полицейский района рассказал о работе системы Сункар-Смарт-Коргау. В свою очередь глава района проинформировал, что в городе установлено 210 камер видеонаблюдения и 15 скоростимеров. В первую очередь посетили объект, который построился по программе Аула Ельбисыга, но это большая программа, вы наверняка не знаете, по всей республике, для того, чтобы село было комфортным, удобным для жителей, строятся такие социальные объекты, как ФАПы, дома культуры, дороги. И вот один из объектов, построенный по программе, отремонтированный по программе Аула Ельбисыга, это была сельская врачебная амбулатория, довольно-таки стандартная, удобная для жителей. Дальше был у нас прием граждан. Граждане почти везде поднимают один и тот же вопрос, это износ электрических сетей и необходимость дорог. Ну, дороги, если у нас более-менее все-таки строятся, но это вопрос времени, я думаю, что со временем эти запросы граждан будут удовлетворены. Ну и еще озвучили водную проблему в селе Бурлин. В целом у граждан в основном это вот такой вот круг вопросов. Они хотят больше социальных объектов, хотят, чтобы строились спортивные клубы, кружки, была хорошая дорога, была питьевая вода, ну и электричество. Но с электричеством проблема постепенно должна решиться, потому что есть определенные программы, нужны некоторые изменения законодательства, мы все это прорабатываем. Ну, а здесь уже очень рада увидеть такой вот современный цифровой подход к тому, как следить за улицами, выявлять правонарушения. Центры оперативного управления, они практически во всех крупных городах уже сейчас есть, работают. Это очень хороший помощник в деле пресечения правонарушения, в деле выявления. Любая сейчас улица может быть просмотрена с помощью камеры, можно выявить все, что угодно, посмотреть. Но это в целом очень хороший подспорь для того, чтобы обеспечить порядок полиции. Потому что все равно сил всех полицейских не хватит, их все равно не так уж и много. И даже если они патрулируют все улицы, то в любом случае они что-нибудь могут не заметить. А камеры – это отличный способ поддерживать правопорядок и в городе, и в районе. Везде причем, и на улице, и на дорогах. В рамках рабочей поездки Бурлинский район стал третьим районом. Далее в планах Снежаны и Машевой – поездка в Шангарлауский район. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карычаганак». Майя Азамат Бабагужиев, телестудия «Карычаганак».